Вы знаете, наверное, так же, как люди учатся ездить на велосипеде. Падаешь, 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 потом взял и поехал. Вот просто нашел свое равновесие. Вот однажды, однажды я это почувствовал. Вот этот кайф. Это было не через месяц и не через год после того, как я начал заниматься джазом. Это прошло долгое время, я никак не мог понять, что это за блюдо такое, с чем его едят, что это за зверь такой странный, который называется свинги. Я никак не мог понять. А однажды это пришло. Это просто, вот, был бы я марксистом, я бы сказал, количество перешло в качестве. У меня его никогда не было. Идеального ученика, наверное, и не бывает. Наверное, идеального ученика и быть не может, и не должно быть. Потому что, если он идеальный, и он не заставляет учителя сердиться, искать другие пути, находить, изобретать подход к своему ученику, наверное, я бы не хотел иметь идеального ученика. Хорошего хотел бы, талантливого, да, умного, пытливого, который высасывал бы из меня знания, как из губки. Да, я хотел бы такого иметь. А идеального нет. Понять смысл того, для чего они учатся. не просто учиться, не просто... Тебе дают гармонию, ну, хорошо, выучил. Тебе дают тему, хорошо, тебе ноты дали, ну, отлично, сыграл. Хуже, лучше сыграл. Понять смысл? Нафига я это делаю? Именно так. Дело в том, что любой ученик должен научиться разговаривать. Музыка – это речь. Непонимающие этого никогда не смогут играть по-настоящему. Они будут играть быстро, они будут играть правильно, они будут играть хорошим звуком, они будут играть правильной фразировкой, они все будут делать правильно, только музыки не будет. Потому что музыка – это точно такая же речь, о которой я сейчас с вами разговариваю. И если эта речь неправильная, я уже приводил этот пример, не меняя выражение, скажу вам, оно, конечно, вежливо, хотя, опять, однако, все-таки, где-то, пожалуй, весьма, и даже больше, но не всегда. Только в пятницу, вечером, если слева. Вот примерно так же разговаривают музыканты, не понимающие смысла музыкальной речи. Абракадамы. Вот я бы пожелал своим ученикам понять разницу между абракадаброй и смыслом мозга. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok